Здравствуйте! Вы смотрите программу событий. Я Сергей Кизоркин. Мы работаем для вас в прямом эфире. Главные события дня. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Ровно год осталось до старта чемпионата мира по футболу. В музее Самара Космическая открылась выставка «Крылья будущего». Самоскварецкий суд Москвы вынес приговор экс-директору Федеральной службы исполнения наказания Александру Реймеру. Суд признал его виновным в мошенничестве и назначил наказание 8 лет в колонии общего режима. Бывший начальник тюремного дела страны лишен также генеральского звания и всех наград. С 6 по 9 год Реймер – начальник УВД по Самарской области, потом директор в СИН России. В 15-м году его задержали по обвинению в мошенничестве при закупке электронных браслетов для арестованных. По данным следствия, генералы и его сообщники похитили почти 3 миллиарда рублей. Браслеты выпускала одна из жигулевских компаний. При цене в 19 тысяч стационарное контрольное устройство закупалось за 108 тысяч, а мобильное – за 128 тысяч рублей. 250 миллионов рублей минуя госконтроль. Сотрудники ФСБ задержали двух молодых людей, которые подозреваются в незаконной банковской деятельности. По оперативным данным, несколько жителей Самарской области разработали схему нелегального вывода денег из-под финансового и налогового государственного контроля и за три месяца этого года успели обналичить четверть миллиарда рублей. Сами на этом заработали больше 12 миллионов. Заведено уголовное дело. Устанавливаются участники преступной группы. Внимание, мошенники! Первый замглавы Самары Владимир Василенко обратился к горожанам с просьбой усилить бдительность. В последнее время участились случаи, когда аферисты под видом сотрудников газовых компаний снимают индивидуальные приборы учета, ставят другие и не пломбируют. Житель оплачивает услугу, а затем не может поставить счетчик на баланс. В итоге несет финансовые убытки. Чтобы не стать жертвой мошенников, не пускайте незнакомцев в квартиру. Спрашивайте фамилию сотрудников и уточняйте по телефону, работает ли такой в Горгазе. Информацию о сроке эксплуатации своего счетчика можно найти на пломбе. Там указано, до какого года он является действующим. Идут к наиболее доверчивым и социально незащищенным людям и представляются, давайте мы вам заменим счетчик. Срывают пломбу с газового счетчика, ставят какой-то счетчик, а потом бабушки говорят, иди пожалуйста, и пусть у тебя пломбируют. А сорванная пломба, это минимум 6 месяцев, когда будут давать не по счетчику, а по нормативу. Проверили дороги. Самару постили инспекторы Общероссийского народного фронта. Вместе с представителями городской администрации они проехали по самым проблемным участкам, которые отметили на специальной карте жителей. Инспекция ОНФ едет из Пскова через всю Россию в эти дни и следует дороги в Поволжье. Все детали в репортаже нашего корреспондента. Движение на дачной всегда активное. Автомобилисты объезжают пробки. На участке между Пензенской и Чернореченской посреди дороги появилась свежая яма. Ее-то и отметили самарцы в специальной карте. Проект ОНФ «Карта убитых дорог» работает по всей России. На сайте жители оставляют фото и комментарии к проблемным участкам дорог, чтобы показать, где ремонт требуется в первую очередь. Голосование нужно для того, чтобы определить приоритеты этой дороги. Потому что если проголосует малое количество людей, то, скорее всего, эта дорога, может быть, идет кому-то на дачу. Интересует одного-двух человек. А если проголосует все-таки большее количество людей, то это более социально значимая дорога, и она как раз должна быть отремонтирована. Дорогу на дачной содержит МП «Благоустройство». Им направят заявку. На следующей неделе на этом участке проведут аварийный ямочный ремонт, заверили представители предприятия «Дорожное хозяйство». В настоящий момент ведутся работы по проектированию. Как только проект пройдет по положительной государственной экспертизе, выделятся на нее средства, и она поступит в ремонт. Приведут в порядок и улицу Олимпийская на участке от Ракитовского шоссе до Алматинской. Дорогу ремонтировали в 2013 году. Ранее подрядчик, который выполнял работы, исправил возникшие гарантийные недочеты, но потом обанкротился. Велась активная претензионная работа. В настоящий момент департамент ждет решения суда положительного, с целью выйти на ремонт этой улицы за счет бюджетных средств. Мы планируем этот участок, отремонтировать в течение двух последующих месяцев. Всего, благодаря совместной работе Самарского муниципалитета и инспекции ОНФ, удалось дополнительно отремонтировать 17 проблемных участков дорог, и еще 14 приведут в порядок в этом году. Анастасия Вишневская, Дмитрий Мешканцов, События. Во время чемпионата мира по футболу в Самаре могут ограничить движение грузовиков. Изначально планировалось, что машины массой более 8 тонн запретят въезжать в город с 6 утра до 10 вечера. Но такое решение вызвало недовольство у руководства крупных предприятий. Этот вопрос с главами компании сегодня обсудил министр транспорта и автомобильных дорог Самарской области Иван Пивкин. Новый законопроект будет доработан. Предположительно, во время чемпионата грузовикам запретят двигаться по Новосадовой, Московскому шоссе и по гостевому маршруту. Въехать в город можно будет через Кировский и Южные мосты. Открытой для проезда грузовиков будет и промзона. В планах сделать так, чтобы громоздкие фуры не мешали движению общественного транспорта. Мы понимаем, когда на дорогах очень много больших грузов, которые мешают движению общественному транспорту. Когда в транспортном потоке находятся молотоннажные машины, мы их не замечаем. И автобусам они сложность не составляют, автобусам, троллейбусам. Если в город заходит очень много фур, создается сложность. Потому что из-за маневренности, из-за прохождения перекрестков создается сложность. В первую очередь именно в этом вопрос заключается. Законопроект может быть принят уже в августе. Действовать он будет до июня 2018 года. В Самаре для туристов открыли еще один бункер времен Великой Отечественной войны. Он находится под санаторием Волга на седьмой просеке. Это бомбоубежище Приво также известно как бункер Жукова. До сегодняшнего дня он был закрыт. Теперь некогда секретный объект хотят превратить в музей. В составе первой экскурсионной группы под землю спустилась и Валерия Макарова. Перед тем, как спуститься под землю, всем выдают резиновые сапоги и бахилы. В бункере сыро, хотя оттуда несколько месяцев выкачивали грунтовые воды. Сюда еще не ступала нога обычного туриста. Долгие годы бункер был законсервирован. Вход закрывала бетонная плита. А под ней лестница уходила под землю на 31 метр. Там зимой и летом 8 градусов. Уважаемые коллеги, обращаю внимание, что уровень воды здесь был по грудь. В народе это место называют бункером Приво или бункером под санаторием Волга. Официально это заглубленный командный пункт генерального штаба. Он построен на год раньше бункера Сталина, в 41-м. Отсюда можно было управлять войсками даже во время сильной бомбардировки. Здесь применили нестандартные системы безопасности. Разрождается взрывная волна. Попытка пробраться сюда. И чтобы от взрывной волны не пострадали обитатели этого сооружения, значит, вот эта железная плита, она в таком нормальном состоянии, вертикальная. Она срабатывает и гасит взрывную волну. В настоящее время она поднята, и мы ее планируем восстановить, чтобы продемонстрировать все эти чудеса оборонной манцертики. Секретов и легенд бункер таит немало. При этом многие архивные документы до сих пор засекречены. Вот это самый высокий лифт. Этот лифт глубиной более 30 метров. Он выходит в здание, которое я говорил, в третий корпус санатория Волга. В 2000-х за бункером перестали следить, и его затопили грунтовые воды. Сегодня исторический объект восстанавливают сами сотрудники военного санатория. Отсюда вывезли 30 камазов мусора. Бункер хотят превратить в музей. Вода и годы не пощадили этот бункер. И теперь, каким он был, мы можем догадываться только по остаткам интерьеров, лепнины, проводки. Здесь вполне могли проходить совещания военного руководства, ведь это зал совещаний. Теперь это помещение вполне пригодно для того, чтобы разместить экспозицию Народного музея. Народный, потому что любой самарец сможет передать в музей военные экспонаты. Их уже сейчас принимают в санатории Волга. Первые гости в бункере – это общественники, музейные работники, журналисты и представители турфирм. Экскурсия на всех произвела впечатление. В восхищении тем трудом, созидателем, который был проектировщик, созидателем, рабочим, мастером, который вот этот здесь бункер в свое время спроектировали, сделали, создали, что он живой до сих пор, он до сих пор не рухнул, он до сих пор, по большому счету, если заменить трубокоммуникацию, электрику, то наверняка еще и будет и действующим. А самое главное, что мы первые в Российской Федерации субъект, на территории которого будет действовать два реальных существующих музея, расположенных в бункерах. Санаторий «Волга» уже сейчас готова проводить групповые экскурсии по бункеру «Приво», а чтобы подготовить помещение для музея, уйдет почти год. Валерия Макарова, Константин Головин, События. Почти 30 миллиардов рублей получила в 2016 году госпрограмма о развитии образования и повышении эффективности молодежной политики. Итоги ее реализации подвели сегодня на заседание областного правительства. Документ утвержден в 2015 году, срок действия до 2020. Один из главных пунктов – повышение уровня подготовки педагогов. Для этого в ВУЗы внедряются передовые методики, учителя до 30 лет получают стимулирующие доплаты, особо отличившиеся премии губернатора. Соответственно, растет и качество образования. Так на треть возросло число участников и победителей предметных олимпиад и конкурсов профмастерства. В таком году только по итогам различных региональных конкурсных мероприятий в поддержке талантливой молодежи премиями и вознаграждениями были подширены более 1300 человек. В правительственном области уставлялась адресная поддержка почти 1000 студентов, аспирантов, молодых ученых. За год было выплачено 100 денежных премий по 120 тысяч рублей. Самарская область вошла в пятерку самых гостеприимных регионов России для инвесторов. По каким критериям это определяли, знает наш экономический обозреватель Лариса Шалафаст. Здравствуйте! Нефть сегодня дорожает. Баррель марки Brent стоит 48 долларов 30 центов. Валюта тоже прибавляет в цене. Курс на 15 июня. Доллар 57 рублей 3 копейки, евро 63 рубля 94 копейки. Золото стоит 2307 рублей, серебро 30 рублей 78 копеек за грамм. В самарских банках сегодня дешевле всего. Доллар можно было купить за 57 рублей 17 копеек, дороже всего продать за 56 рублей 77 копеек. Работающие пенсионеры получат в августе прибавку к пенсии. Максимально выплата может увеличиться на 235 рублей. С начала года 20 тысяч самарцев не смогли вылететь за рубеж из-за долгов. Их общая задолженность превысила 7 миллиардов рублей. А Самарская область вошла в пятерку самых гостеприимных регионов России для инвесторов, сообщает Агентство стратегических инициатив. Субъекты оценивались по 75 параметрам. От работы аэропорта, гостиниц, ресторанов до институтов поддержки бизнеса. В тройке лидеров Республика Татарстан, Свердловская и Белгородская области. На этом все. Удачи в делах. Более 200 миллионов рублей запланировали на ремонт четвертой очереди набережной в этом году. Изменения в бюджет Самары внесли на заседание городской думы. В казну Самары поступило налогов на 170 миллионов рублей больше, чем в первом квартале прошлого года. Сам бюджет по доходам и расходам сейчас исполнен примерно на 19%. Надо отметить, что первый квартал он и покороче, и надо провести много, так скажем, подготовительной работы, выставить документацию и провести торги. Поэтому в целом исполнение бюджета по основным показателям соответствует исполнению прошлых лет. По-прежнему на первом месте решение социально значимых задач, выплаты на ремонт и покупку жилья детям, сиротам и молодым семьям, питание детей в летних лагерях, строительство детских садов. 145 миллионов рублей потратят на ремонт и реставрацию памятников историко-культурного наследия. В этом году больше 360 миллионов рублей перераспределят за счет экономии на закупках и платежах по кредитам. Далее коротко о других событиях дня. В Самаре во время ремонта 62-го дома на улице Красноармейской произошло ЧП. С крыши упал рабочий. Здание ремонтируют по программе фонда капремонта. Это сталинский дом переменной этажности от 5 до 6 этажей. По предварительным данным у одного из рабочих оборвался страховочный трос. Ему вызвали скорую. В Самаре перекрытие дороги на пересечении Московского шоссе Луначарского переносится на неопределенный срок. В компании подрядчика заявили, что строительство развязки тормозится из-за погоды. Строительная компания ведет работы по заливке бетоном опорной плиты метрополитена. Как только завершат подготовительные работы, движение ограничат. Точные даты пока назвать в компании не могут. Долги населения и организаций заводов в Самаре превысили 1 миллиард рублей. Эта сумма складывается из долгов юридических, физических лиц, бюджетных организаций, сообщили в самарских коммунальных системах. Ситуация с неплатежами ухудшается с каждым месяцем. Так, задолженность физических лиц возросла на 4% по сравнению с началом мая. Всего за 5 месяцев текущего года жителями Самары оплачено почти 87% от начисленной суммы. Штормовое предупреждение объявлено МЧС по Самарской области. Сегодня в регионе не исключается сильный дождь, местами гроза. Порывы ветра могут достигать 15-20 метров в секунду. Так что на всякий случай всем рекомендовано соблюдать меры предосторожности. Более 2000 участников из 20 стран мира в Самаре стартовал молодежные форумы «Волга» в пятый раз. «Медиа-волна», «Ты предприниматель», «Технология добра». Представлять проекты молодые люди будут по 10 направлениям. Алина Чемерес встретилась с участниками форума на вокзале и проводила их в путь. «Подарки другим сменам тоже есть. Телые вещи, это еда в дорогу, расческа, зарядье, то, что может пригодиться на поляне». К поездке на «Иволгу» участники подготовились основательно. В ожидании отъезда знакомятся и делятся эмоциями. На форуме им предстоит провести 10 насыщенных дней. «Ты предприниматель», «Медиа-волна», «Культурный бум», «Самарская делегация», представители всех смен. Но большинство предпочли политику. Многие на «Иволгу» едут в первый раз. «Еду в первый раз. Как-то не складывалось до этого. Сейчас вот наконец-то все сложилось идеально для того, чтобы поехать и представить свой проект. Потому что мне кажется, что развивать творческий потенциал районный очень важно. И мой проект касается как раз этого вопроса». «Придумали классный проект. Мне кажется, он имеет место быть. Такого нет ни в мире, ни в Самарской области. Вообще на планете Земля нет такого проекта. И мы думаем, у нас есть шанс получить грант, выиграть и реализовать его». «Я ожидаю опыта, знакомства с людьми. Там будет много обучения, то есть новой информации». В этом году делегации из Самарской области – самая многочисленная. Представлять регион на форуме будут почти 700 человек. «Ребята уже, скажем так, настроены на позитивной волне. Все готовы к новым знакомствам, к новому общению, к защите своих проектов. Уже многие спрашивают, все ли готовы к приготовлению. Я сама уже была на поляне, уже все готово. И мы, соответственно, ждем того момента, когда мы отправимся и приедем на саму поляну». На форум участники отправляются специальным поездом – конечная станция Иволга. На Мострюковских озерах участников ждет торжественное открытие форума. «К открытию пятой юбилейной Иволги уже все готово. В этом году форум собрал более 2000 участников со всей России, а также из 19 стран мира. Ключевой станет тема экологии. На Иволге представлено 10 смен, в том числе международная. В течение 10 дней участники будут проходить обучение и защищать свои проекты. Общий грантовый фонд в этом году составит 8 миллионов рублей». В юбилейный год на Иволге принципиально новый подход к образовательной программе. Теперь участники будут не только развиваться в выбранном направлении, но и налаживать взаимодействие между сменами. «Если они едут на смену спортивная молодежь, они в основном получают знания в сфере физической культуры, спорта. Но мы понимаем, что у нас есть смена, например, поколения добра. И как раз-таки тема пересечения двух смен, спортивной молодежи и поколения добра, это предстоящий чемпионат мира, формирование волонтерского корпуса на данное крупномасштабное спортивное мероприятие. То есть вот раз площадка пересечения, где участники вечера смогут повысить свои компетенции в рамках данного направления. И такие же у нас пересечения по всем сменам тренинговой программы нашего форума». Также на Иволге состоится множество культурных и спортивных событий, в том числе мастер-класс по парашютному спорту. Завершится форум 24 июня. Алина Чемерис, Григорий Плешаков, События. Классика, понятная всем, даже на немецком языке. В Самару приехал театр ателье Штутгарта. На экспериментальной сцене театра драмы немецкие артисты представили спектакль «Мертвые души» по одноименному произведению Николая Гоголя. Театры из Самары и Штутгарта участвуют в проекте «Обменные гастроли». Они проходят в честь 25-летия партнерства городов. Как звучат «Мертвые души» на немецком, услышала Олеся Корецкая. Беседа Чичикова с Маниловым и его женой в представлении артистов немецкого камерного театра выглядит именно так. В зале нет свободных мест. Не каждый день дают классический спектакль на иностранном языке. Я в Самаре живу и работаю несколько лет. Занимаюсь консультированием. Сюда пришел просто как зритель. Послушать родную речь. Мне нравится и Гоголь, мне нравится немецкий язык. Немецкий язык – это, наверное, большая часть моей жизни. Чтобы насладиться вот таким удивительным сочетанием Гоголь и немецкий, это что-то должно быть интересным. «Мертвые души» в исполнении артистов театра «Отелье» в Германии идут уже несколько месяцев. В Самару спектакль привезли по театральному проекту «Обменные гастроли». Руководитель уверен, даже при минимальных знаниях немецкого языка классическое произведение понятно многим. Произведение это, ну как, не надо сказать, что достаточно известно, но известно в Германии. Ну, меньше, может быть, чем произведение Достоевского и Чехова. Но, тем не менее, Гоголь, наверное, третий из авторов, которого знают. Через две недели с ответным визитом самарские артисты театра драмы отправятся в Германию со спектаклями «Опавшие листья» и «Пришли те, кто пришли». Олеся Корецкая, Григорий Плешаков. События. До Чемпионата мира по футболу 2018 остается ровно год. Подготовка к Мундиалю в самом разгаре. В Музее Самары Космической открылась выставка «Крылья будущего». Она посвящена истории и географии FIFA, развитию правил игры в футбол и главным вехом клуба «Крылья советов». Особенностью выставки являются передовые технологии. С ними познакомился Андрей Горгуленко. Здесь он позирует, чтобы прибежали папарацци, сделали с ним фотографию. Здесь забивает гол. Стать героем голевого момента футбольного матча и запечатлеть себя на фотографии сможет каждый. Поможет дополненная реальность. Новая технология для Самары. Пока на экране планшета только обычный игрок в майке сборной России. Но в будущем посетители смогут отбивать мячи настоящих звезд спорта. Здесь ты можешь увидеть в дальнейшем сюрприз, кто именно, но реальных игроков, которые будут здесь выполнять различные трюки. Вот, с мячом, соответственно. И задумка в том, чтобы это огромная память. Этого не было еще в Самаре на таком уровне. Первым уникальную технологию оценил глава города Олег Фурсов. Ему показали и 3D-модель стадиона. На входе гостей встречает занимательная инфографика о прошедших чемпионатах мира. Посетители познакомятся и с самарскими страницами истории футбола. А в центре выставки – макет стадиона «Самара-арена». По содержанию, по зонированию, как мы задумывали, наверное, это хороший вариант получился. Я надеюсь, что он будет интересен, еще когда он обрастет всеми остальными проектами, которые мы вкладывали в эту выставку. Площадку для выставки выбрали не случайно. Комплекс «Самара-космическая» – самый популярный в городе музей. Оказалось, что между футболом и космосом, когда в тему начали вникать, на самом деле очень много общего. Это оказалось более чем интересным, неожиданным. Уже звонки постоянно – когда, сколько стоит посещение, когда откроется. Среди экспонатов в музее есть и тест на знание истории футбола. Но насколько я хорош в этой области, сейчас проверим. 15 из 15 – 100% результат. Вы тоже можете его повторить. Выставка будет работать вплоть до чемпионата мира. Андрей Горгуленко, Василий Колдашов. События. Определился первый соперник рельеф-советов в новом футбольном сезоне в Национальной лиге. Новости спорта продолжит эфир. Здравствуйте, с вами Андрей Горгуленко. Вы смотрите «Самарские новости спорта». Определился календарь игр ФНЛ. Самарский шпажист уступил на чемпионате Европы. Самарские велосипедисты быстрее всех. В поселке Мичуринское Ленинградской области состоялся чемпионат России по велоспорту-маутинбайку в дисциплине «Марафон». В соревнованиях принимали участие около 50 спортсменов. Дистанция для мужчин составляла 65 километров, для женщин – 35. Среди мужчин победу одержал самарец Максим Гоголев, финишировав за 2 часа 13 минут 46 секунд. Своего ближайшего конкурента он опередил на 27 секунд. У женщин золото завоевала волжанка Елена Гоголева, которая преодолела дистанцию за 2 часа 34 минуты 33 секунды. Отставание серебряного призера составило 39 секунд. В грузинском Тбилиси проходит чемпионат Европы по фехтованию. В составе сборной России в соревнованиях принимает участие самарец Павел Сухов. Шпажист выступал в личном турнире, где за награды боролись 97 спортсменов. Павел успешно преодолел отборочный этап. В 1-32 финал он одолел Чеха Рихарда Покорный 15-11. В 1-16 украинца Максима Хвороста 15-6. В 1-8 Родослава Заворотника из Польши 15-12. В четвертьфинале Сухов вступил итальянцу Паулу 509-13, который в дальнейшем стал вице-чемпионом Европы. Стал известен проект календаря первенства ФНЛ на сезон 2017-18. В первом туре Крылья Советов на своем поле примут луч энергию из Владивостока. Во втором туре Крылья проведут свой первый гостевой матч сезона, сыграв с Нижегородским Олимпийцем. Эта встреча состоится 15 июля. Завершит календарный год команда 25 ноября. В рамках 25 туров НЛ самарцы встретятся с Шинником. Возобновится первенство 4 марта 2018 года. Крылья сыграют на выезде с питерским «Динамо». Завершится сезон 12 мая. В заключительном 38-м туре самарцы на выезде сыграют с лучом энергии. Это все новости к этому часу. Больших побед вам! Удачи! На этом наш выпуск завершен. Увидимся! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова Корректор А.Кулакова